Рассказы, между прочим, я считаю, юмористические должны быть о любви, лирическо-юмористическими должны быть. Вот такой жанр я считаю интеллигентным. Ну что, присядем на дорожку? По традиции спросил я, когда мы с женой уже готовы были выйти из дому, чтобы отправиться в отпуск, отдыхать, на юг. Мы присели на собранные чемоданы, но ощущение, что-то забыли, продолжало тревожить. Так, давай еще раз все вспомним, предложила жена. Значит так, собаку отдали соседям с первого этажа, кошку забрала дочь, компьютер на время выпросил сын, у нашего процессора быстрее соображать. Тетя взяла телевизор, ее испортился, ей надо сериал досмотреть, квартиру я в порядок привела, посуду за полгода вчера перемыла. Ой, есть такие, кто-то тут такой же. Из шкафов все лишнее наконец-то выбросила, даже полы помыла, все углы пропылесосила. Чувствуешь, как свежестью-то пахнет. Да хорошо, как стала жена, а? Ну что еще, друзей, коллег по работе, что уезжаем, предупредили, родители тоже знают. Слушай, жена, у меня вдруг мелькнула шальная мысль. А может, что может, насторожила жена? А может, не поедем никуда, а? Как это? Ну смотри, как дома хорошо, тихо, спокойно. Даже родители не приедут. А как же Турция, возмутилась жена. Турция, Турция, что за отдых, представляешь? Сейчас эти чемоданы вниз тащить, такси наверняка опоздает. Всю дорогу нервничать, что не успеем в самолет. Потом три часа нервотрепки во время полета. В салоне самолета обязательно какие-нибудь козлы с грудничками окажутся. О, тоже все эту картину знают. Какая-то компания напьется шум, гам, турбулентность устроит еще до взлета самолета. А если как тогда, помнишь, самолет раскачивать начнут бегать туда-сюда. Слушай, а как же деньги за путевки, а? Усомнилась в моем предложении жена. Но меня деньги уже не интересовали, воображение разыгралось. А в Турции что? Ну ты подумай, жара, объедаловка с утра до вечера. И одни русские. Я не могу столько пить. С утра до вечера выносить русских. А их обгоревшие дети, головки у всех перепеклись. У меня аллергия на детей, у меня насморк от них, понимаешь? Сами обгорим в первые дни. Что это за отдых? Весь отпуск по вечерам мазаться йогуртом. Этот шведский стол по утрам. Турецкий шведский стол. Помнишь? И так же вот, как дирижабы. Вот я сразу знаю, анатомическое строение некоторых зрителей сейчас в зале. И так же вот, как дирижабы. Да ты что? Ты вообще, вот подумай. А еще слухал, автобусы с русскими туристами в Турции переворачиваются, начал я ее уговаривать. Наши эти автобусы на горных дорогах раскачивают, и местных водителей заставляют пить до дна за здоровье Аллаха. Те ж отказаться не могут. Зато будем купаться в море, уже неуверенно попыталась возразить жена. В море, которое пахнет бабским парфюмом и детской радостью. Это не море, это желе. К тому же у берегов Турции акулы появились, туристам ноги откусывают. Акулы в Египте ноги откусывают, уточнила жена. В Египте они уже наелись, уточнил я. В Турции теперь ног больше, и они вкуснее и жирнее. Русские ноги, понимаешь? Целлюлитные. Еще, не дай бог, очередная мусульманская революция начнется. А если, как в прошлый раз, чемоданы не прилетят? Ты помнишь, как я в одних труселях неделю проходил, зубы пальцем и виски чистил? Вот все это проходили, и все равно прут туда же. Ты уверен? Уже почти согласилась жена. Уверен. Я в прошлый раз после нашего отдыха в Египте два месяца отдыхал, в себя приходил. Лечился, на диете сидел, на работе еле выспался. Ой, а я до сих пор так и не выспалась. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Давай прямо сейчас спать завалимся. Ну, что нам эта Турция сдалась? Чтоб нафоткаться в волнах и на фоне турецкого шведского стола, когда на твоей тарелке пирамиды из жратвы с булочкой на вершине. Эти фотки теперь у всех в Инстаграме выложены. Такими фотками только гостей из дому выгонять, когда засидятся. Вот так засиделись, ты говоришь, ой, а теперь давайте посмотрим, как мы в Турции отдыхали. Всех гостей как цунами смывает. Ну, мы же планировали эту поездку весь год. Ну и что? Ну, неужели раз в жизни не можем что-то сделать не по плану? Чтоб наоборот, наперекор. Посмотри, как молодежь живет, а? Ничего не планируют. Жена подумала и сказала, они придурки. Пока ты придурок, жена, ты молод, понимаешь? Представляешь, по утрам будем ходить в лес за железной дорогой, там, говорят, озеро есть. И утром никого. На заре вставать будем. И не на шведский стол, а на озеро, в лес. И ты будешь готовить здоровую еду, как тогда в наш медовый месяц. Помнишь? И вдруг моя жена заулыбалась, как давно уже не улыбалась, ее в глазах засветились лампочки, которые не светились с того самого медового месяца. Ой, слушай, я наконец-то сделаю себе уколы в лицо, да? Да, а я зубами займусь. Здорово будет, вот увидишь, у меня рот без зуба, у тебя лицо в дырках. Вторая молодость. Слушай, а по вечерам мы будем читать книжки? Конечно, такую библиотеку собрали. А я до сих пор Достоевского в последний раз не читал никогда. Надо же когда-нибудь начать. Ой, я три года не могу дочитать один маленький рассказик Чехова. И мы мечтаем о том, как классно проведем отпуск. Начали распаковывать чемоданы. В квартире было тихо, спокойно, пахло свежестью. Я обещаю тебе, сказала жена, буду каждое утро мыть полы. А я буду любоваться тем, как и ты это делаешь. Как тогда в медовый месяц. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ